В региональном Минспорте подвели итоги своей работы за прошлый год. Встречу провели во дворце Единоборств. Место было выбрано не случайно. Открытие комплекса – одно из главных итогов прошлого года. Более 10 лет на этом месте на улице Александровский стоял недострой. Теперь же местная ребятня занимается здесь боксом, кикбоксингом, дзюдо и другими видами спорта. Этот объект стоял 10 лет. Никто не мог его достроить. Мы за него взялись. Это у нас правительство Леонгского области, Министерство спорта России. И простая спортивная общественность. Сделали ПСД, сделали госпертизу, вошли в проект, соответственно, защитили его, получили финансирование и достроили его. Держали на контроле всю стройку. Сейчас он заполнен на 80%. 10 секций и набор здесь существует. В целом в 2023 году прошло больше 300 спортивных мероприятий различного уровня. От всероссийского до регионального. В них приняло участие больше 35 тысяч спортсменов. Глава региона подчеркнул достижения в сфере физической культуры и спорта. Главным результатом нашей работы является то, что в настоящее время свыше 58% жителей региона систематически занимаются физической культурой и спортом. Это выше запланированные показатели. Я убежден, что мы на этом не остановимся. На протяжении года спортсмены из нашей области показывали хорошие результаты. В том числе завоевали более полутора тысяч медалей разного достоинства. 238 ульяновских спортсменов вошли в состав спортивных сборных команд Российской Федерации. Несмотря на положительные результаты, останавливаться рано. Впереди у региона задачи, поставленные президентом. Основные задачи перед нами поставил, конечно же, президент. И у нас федеральная программа «Спортного жития». Основными показателями, которые являются два показателя. Это количество занимающихся жителей нашего города, систематически занимающихся спортом, должно составить к 2030 году 70%. Второй показатель – это уровень обеспеченности спортивными объектами. Как раз эти два показателя мы будем достигать. В этом году планируется завершить строительство крытого футбольного манежа в Засвияжском районе. Также в планах закупить спортивные оборудования и инвентарь в 12 спортивных организаций. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.